Дамы и господа, рекомендую команду Артемия Троицкого. Старая гвардия, которая еще с советской цензурой боролась. Спустя 30 лет эти ребята противостоят беспределу путинского режима, что вот-вот накроет великую и могучую медным тазом стабильности. Партизанский интернет-канал АРУ-ТВ – это честные новости, аналитика, политическая сатира, информационная борьба с жуликами и ворами, бездельниками и дураками во власти, без компромиссов. Присоединяйтесь к уже более чем ста тысячной аудитории зрителей, среди которых и я, и подписывайтесь. Ссылка в описании. Небольшой и некогда уютный городок Нижняя Тура превращается в настоящую зону политических и экономических боевых действий. Бизнесмены делят активы, а в заложниках – простые люди. С воздуха пока еще все смотрится красиво, но стоит пройтись с камеры по улицам, как глазу предстает совсем другая картина. Депрессивный городок, обветшалы и дома. Местные жители рассказывают, каким населенный пункт был несколько лет назад, но сейчас от этого остались одни только воспоминания. Заводы закрыты. На работу не устроиться. Молодым здесь вообще нечего делать. Перспектив никаких нету для молодого поколения. Виной всему самоуправству и мани величия одного из самых молодых щеглов, ой, простите, городоначальников в России. Сейчас мы сходим к нему в гости. Пока идем в гости к мэру, расскажу вам, кто же такой Алексей Стасенок и почему он удостоился нашего внимания. Это, к слову, один из самых молодых российских городоначальников. Скоро ему исполнится аж 31 годик. Но, несмотря на молодость, эпатажей ему не занимать. Он уже и убегал от наших корреспондентов. Алексей Викторович, ну нехорошо так убегать. В ваши обязанности входят общение со СМИ. Вот так. И по-пацански на камеру базарил. А иного слова тут и не подберешь. Мы же не можем, каждый, кто захотел, приехать и давать информат налево-направо. Я вас первый раз в жизни вижу. Ну что? Мы тоже вас первый раз в жизни не видели. Я вам реально предложил вариант, в чем я не прав. Вы мне поясните. Алексей Викторович, здравствуйте. Можно к вам? Слушайте, дайте хоть подготовиться две минуты. Ну хорошо, две минуты. Что же сделать? Отпечаток на личность всего молодого человека наложил опыт работы в пронициальном ЧОПе. Нет, нет, вы не ослышались. Мэр-охранник. Туринцам, видимо, несусветно повезло. Так, кто разговаривает? Буду разговаривать. Почему город в таком состоянии? Почему везде сети? Потому что у города должен быть хороший хозяин. А вот с хозяйством и экономией здесь все как раз плохо. Городские сети находятся в плачевном состоянии. До 2014 года городскими сетями заведовал теплоснабжающая компания, принадлежащая олигарху Виктору Виксельбергу. Трубы были не покрашены, не утеплены. Теплопотери в городе были колоссальны. Теплотрассы отапливали улицы, а горожане платили за все это. За 9 лет их не ремонтировали. И, естественно, они пришли в негодность. Ведь деньги, на которые должны были ремонтироваться сети, отправлялись в главный офис компании олигарха. Прежним и рассмелилась не только попросить буржуи из города, но и подала иск в суд к фирме Виксельберга о взыскании причиненного муниципальному имуществу ущерба на сумму ни много ни мало в 1 миллиард рублей. За что и поплатилась должностью. Стасенов же одним из первых своих решений на посту городоначальника ходатайствовал об отказе от иска. Вот такой меценат подарил олигарху миллиард. Да уж, побольше б таких. С приходом Алексея Викторовича у нас в городе появилось очень много обещаний о том, что у нас все поменяется, и город у нас будет как Верхняя Бышма. У нас будет порядок с ЖКХ, порядок везде на улицах, и парад военный как в Верхней Бышме. Но пока дальше обещаний мы не сдвинулись никуда, к сожалению. Мусорная реформа, что шагает по всей стране, до Нижнего Туры так и не дошла. Нет, дошли, конечно, квитанции на астрономические суммы. А вот помойки как были старые, так и остались. Здравствуйте. Вот это мусорная реформа в действии? А? Вот это мусорная реформа в действии? Наверное. А контейнеры-то почему не поменяли? А вы спросите у нашего мэра. Вот так вот. На многих точках контейнеров не хватает. Контейнера дырявые и порванные. 428 рублей 86 копеек. За что? За трех нас, проживающих в этой квартире. Вот за этот контейнер? Да. И там вот еще стоят контейнера. А что изменилось? А ничего? В декабре глава города создал свою собственную, муниципальную управляющую компанию. И, похоже, специально под нее решил поднять тарифы на коммунальные услуги. Аж на 198% сразу. Перед Новым годом людям сообщили, что в два раза повышают тариф на содержание жилья. Вы не слышали, в два раза, то есть на 100%. Понятно, что люди пришли к главе и говорят, почему? Есть же определенные ограничения. Есть индекс потребительских цен. Какое может быть повышение в два раза? Тем более, что с Нового года люди получают повышение по НДС, эту злосчастную мусорную реформу, еще вот этот платеж. И ничего, что эта управляшка занимает всего один стол в администрации города. А сантехники и электрики-то у вас есть? Нет еще? Все будет? Да, действительно, и Москва не сразу строилась. Но люди от затянувшегося политического кризиса устали и вышли на митинг. В акции протеста принимали участие и депутаты Заксобрания области, и даже столичные гости из Государственной Думы. Администрация людей слушать просто не захотела, и люди были вынуждены выйти на митинг. Допустим, когда они писали мне, я вообще не имею отношения к Нижней Туре как депутат, но столько обращений было, что пришлось туда ехать. 30 декабря в мороз действительно 400 человек вышли. Для Нижней Туре это огромное количество. Это, если не считать поселков, это 5% населения, наверное, достаточно прилично. Но туда не пришла почему-то администрация, видимо, испугалась. Но мы, в принципе, добились своим митингом то, что хотели. Во-первых, все-таки отменили решение с 1 января, администрация не повышала тариф, это раз. Во-вторых, да, они сказали, что тогда повысят с 1 июля, как, знаете, тот злодей, что хорошо, сейчас я отошел, но, значит, все равно вернусь и возьму реванс. Впрочем, ссор из СБ вынести не удалось. Подконтрольные властям региона СМИ сделали вид, что в городе ничего не происходит. Зато на местных журналистов, что не промолчали, идут гонения. Да не то слово гонения, настоящие репрессии. Под покровом ночи злоумышленники подожгли редакцию оппозиционной мэра газеты «Резонанс». Облили бензином, но, к сожалению, или к счастью даже, скорее, огонь не разошелся, и его только крылечко обгорело. Но и это еще не все. СМИ, те, что не боятся иногда и зубы показывать, лишили доступа к официальной информации. Все сотрудничество закончилось первым критическим материалом его в адрес. Как и все власти и мужчины, он критику, конечно, в газете не любит. Он даже газеты наши запретил. Господь запретил распространение, но на мероприятие с участием главы города ваши журналисты попадают? Да, если мы знаем, вот, вывесили объявление или еще, приглашать, чтобы нас туда, конечно, никто не приглашает. Мы сами приходим. Игорь Вахрушев является не только журналистом, но и помощником депутата ЗАГС Собрания области. Однако статус ему не помог. Освещать сомнительные в плане законности мероприятия с участием главы города в Доме культуры ему не дали. Мэр побоялся того, что горожане узнают, как он давит на бюджетников. Ну нет, я на самом деле находился в зале, когда подошли сотрудники Росгвардии и предложили показать мне документы. Документы у меня были вот в этой самой курточке, вот здесь в боковом кармане. Курточка висела там в гардеробе. Мы вместе с сотрудниками Росгвардии, подружные взгляды людей, присутствующих в зале, вышли в коридор. Я им показал документы, они сказали, что не имеют ко мне никаких претензий и уехали. После этого я попытался вернуться в зал, а двери все уже были закрыты. Кстати, этот дом культуры примечательен не только тем, что здесь собираются оборзевшие в край чиновники. Еще совсем недавно здесь был красивый сквер. Но потом бюджетные деньги, которые срочно нужно было освоить, пустили на его вырубку. Здесь был парк с десятками деревьев. Был зеленый, радовал глаз. Много чего еще в городе вырубили. Куда вывезли деревья, доподлинно неизвестно. Зато стройматериалы, те, что плохо лежат, здесь воруют быстро. Было 11 плит. Блоков, ну где-то, они под плитами были. Ну, порядка около 50. Да. То есть, когда вы уходили, блоки и плиты там... Все было, да, все было. Плиты вывезли, блоки вывезли. А кто, куда, я не знаю, я аж не там не была. Местные активисты уверены, что это родственники мэра промышляют. Впрочем, за руку пока его не поймали. Но все же, а кому же еще? Единственный, более-менее приличный культурно-досуговый спортивный центр, что у меня за спиной, находится не в ведении администрации города. И это настоящая проблема. Единственный путь горожанам в Алкомаркет. А куда еще? Культура и спорт им недоступны. Куда уходят бюджетные деньги, непонятно. Но горожане результатов работы городоначальника не видят. Прокурор города, в отличие от мэра, куда более трусливый. И трусость его не ограничивается глухой слепонимотой в отношении чиновников. Для него и телекамера страшнее автомата. Сначала прокуратор предпринял попытку задавить визитеров своим авторитетом. А когда понял, что этого самого авторитета у него явно недостаточно, решил спастись бегством из своего кабинета. Прошу вас выйти. Статья 47, закон о средствах массовой информации. Прокурор не знает закон? Знает прокурор закон. Если знает закон прокурора, почему закон для прокурора пустой место? Впрочем, далеко убежать к главе городского надзорного ведомства не дали посетители, находящиеся в коридоре. Выход из кабинета бюджетника в погонах был заблокирован, а сам прокурор возвращен на свое рабочее место. Очистные сооружения в городе не работают. Канализация в перемешку с горячей водой стекает в реку. Зато вид какой открывается. Все в тумане. Романтика, да и только. То, что вы сейчас видите, это искусственный подогрев воды. Но это, конечно же, шутка. На самом деле, после вывода из строя старых очистных сооружений, значительная часть жилого фонда города Нижний Туран сбрасывает свои отходы жизнедеятельности прямо в реку. Работникам городской канализационно-насосной станции не до романтики. У них остался один только насос из трех. А у остальных даже щиты управления разукомплектованы. И случись чего с ним, так и не только реку затопит ничтотами, но и полгорода сразу. Чтобы оградить своих родных от того филиала ада, что Стасенок создал в своем городе, он принял мудрое решение переехать с семьей на ПМЖ в другой город. Отчего? Родные ж теперь не видят всего этого безобразия. Им-то зачем жизнь портить? Правда, сам мэр в свое решение мигрирует, объясняет, как ни странно, именно заботы о горожанах. Вы знаете, у нас любой человек может проживать именно там, где он захочет. И мое проживание там в городе Лесном вызвано ровно тем, что те же жители, когда я проживал в городе Нижнюю Тура, постоянно были нарекания о том, что вот тут полы подмели, вот здесь прибрали двор, здесь установили скамейку. И у людей, нижнятуринцев, складывалось мнение о том, что я там специально разговариваю или принуждаю управляющую компанию, грубо говоря, наводить порядок. Так скажем, у людей это вызывало негативную реакцию. И чтобы не давать поводов, так скажем, для кого-то двусмыслия, я со своей семьей принял решение именно таким образом, потому что, извините, у меня должность достаточно публичная, поэтому я считаю, работа – это работа. Вот мы здесь работаем, с меня спрашивают за мои результаты работы, а моя семья – это моя семья, это отдельно, оно никаким образом не должно сказаться. Кстати, а где жить мэру? Ну не в Хрущевке же. Мы долго колесили по городу, чтобы найти хотя бы одну новостройку. И ведь нашли. Панели уже разошлись, в стенах трещины, в квартирах иногда наблюдаются осадки. Можно жить в таком доме или нет – решайте сами. Но бюджетникам, сиротам и ветеранам, которых заселили сюда, выбирать было особо не из чего. Вот у меня с той стороны щиток, вот у меня пошла трещина посередине щитка. Когда программа готовилась к эфиру, в редакцию поступила информация о том, что в городе готовится коммунальная авария. Смысл прост. В населенном пункте в этом случае объявят режим ЧС. А в режиме ЧС контракты с подрядчиками, которые будут ликвидировать аварию, можно заключать и без тендеров. И денег можно тратить намного больше. Комиссию по ЧС назначили на среду после обеда. Потом, когда журналисты узнали о провокации, мероприятие перенесли на утро. В итоге комиссию назвали плановой, говорили ни о чем. Режим ЧС тоже не решались ввести. Но зато всеми силами пытались не допустить на ее заседание представителей СМИ. Сначала забаррикадировались в зале и держали оборону. Затем послали к прессе какого-то весьма умного чиновника. Читать имеешь? Что такое? Вот, написано. У нас репрессионное задание. То есть в нашей камере имя, отчество здесь написано, что мы имеем право находиться. Вот статья, которая сейчас нарушена. Ну, да, точно. Ну и в завершении мэр еще раз разъяснил и уточнил статус независимой прессы в Нижней Туре. Не изменяй, кто? До недавнего времени я подрабатывал, ну или работал на радио. Но начальник курятника, ой, извините, глава Нижне-Туринского городского округа, позвонил и нажаловался директору радио. И директор радио был вынужден меня уволить. Почему так произошло? Потому что я осуществлял свою журналистскую деятельность.